здравствуйте дорогие друзья рады вас приветствовать на нашем канале и вашему вниманию порция полезной информации перед светлым праздником пасхи поехали что категорически запрещено делать на пасху светлый праздник воскресения христова и речи быть не может приближается такой долгожданный и любимый всеми праздник пасхи который в 2018 году выпадает на 8 апреля светлое христово воскресение это величайший день для любого христианина который стоит на ступень выше даже рождества это время радости и любви а также день памяти самому иисусу который отдал свою жизнь за нас существует много мнений о том как правильно праздновать пасху кто-то устраивает большие застолья и ни в чем себе в этот день не отказывает а кто-то первым делом идет церковь народные суеверия сохранившиеся со времен язычества тесно переплетены с истинными традициями православной церкви поэтому бывает очень сложно определить что правильно а что нет так как же правильно отмечать этот праздник что можно делать на пасху а что нельзя мы хотим поделиться с тобой дорогой читатель крупицами знаний о том как лучше провести пасху и чего не стоит делать в этот прекрасный день сохрани пригодится чего нельзя делать на пасху светлое христово воскресение самое важное помнить что это время радоваться вспоминаю воскрешение христа из этого выплывают и все остальные ограничения и запреты празднование длится всю неделю светлая седмица поэтому запреты справедливы для всего периода празднества запреты на пасху нельзя с кем-то ругаться или на кого-то обижаться если у тебя остались старые обиды постарайся отпустить их и простить в этот день нельзя быть жадным и скупым еще в самой древности на пасху принято было делиться едой с бедняками и нуждающимися причем это касается не только денег и еды дари свою улыбку всем кто тебя окружает дари прощение всем кто его у тебя попросит нельзя ругаться грустить и предаваться унынию все семь дней нужно быть максимально добрыми чтобы не омрачать другим светлый праздник нельзя напиваться и предаваться излишествам все должно быть в меру еда алкоголь священники говорят что лучше в этот период из алкоголя пить только вино оставив водку для других периодов нельзя работать в ущерб празднику однако если у тебя рабочее время по расписанию то тут ничего страшного нет но без большой надобности лучше посвятить это время общению с друзьями и близкими церковь не запрещает в этот день работать нельзя проводить уборку но тоже есть нюансы не стоит убираться в полном смысле этого слова посвящая полдня мытью полов и вытиранию пыли конечно это не касается мелких бытовых вопросов хотя если это не мешает тебе пребывать в праздничном настроении то все в порядке в любом случае это скорее не запрет а нравственный совет нельзя ездить на кладбище церковь запрещает на этой неделе проводить панихиды и скорбеть об умерших так как скорбь противоречит духу праздника радости по случаю воскресения из мертвых христа также нельзя вести интимную жизнь жить половой жизнью запрещается всю неделю отказываться от интимной жизни должны двое супругов это происходит по обоюдному согласию также стоит упомянуть о том что запрещается светить церкви светить можно только те продукты которые были исключены из рациона великий пост а вот на алкоголь полная табу когда-то принято было светить только сдобный хлеб кулич яйца мясо сыр и молоко а сейчас кладут в корзину все подряд не следует класть пасхальную корзину алкоголь потому что в церкви не место пьяным деньги и прочие материальные ценности кровянку эта колбаса вообще не признается православными служителями в качестве годный к употреблению не стоит освещать соль и перец поскольку эти продукты не были под запретом во время поста класть эти продукты в пасхальную корзину это скорее народная традиция а не церковная также не стоит нести в церковь фрукты и овощи нельзя выбрасывать остатки пасхальной еды как правило после праздничного застолья остаются остатки пищи куличей пасхи яиц не стоит выбрасывать все что осталось не съеденным на этом все на сегодня подписывайтесь на наш канал ставьте лайк а также не забудьте зайти на огонек на наш сайт а также странички в инстаграм и фейсбук ссылки находятся в описании мойте руки перед едой всем добра